Здравствуйте, дорогие мои! Привет! 100 лет с вами не виделась. Ну да, целую неделю. Что я вам хочу сказать, ребят? Интересного и нужного. Ну, это моё имху, я его обязана иногда имхнуть. Правильно? Самое интересное, я на днях в фейсбуке слышала. Что такое фейсбук, вы все знаете, я не буду вам рассказывать про эту милую вещь, которая у нас кучу времени отнимает. Ну да бог с ней. Самое интересное, что там иногда можно выудить такие перлы невозможные. И вот там была дискуссия о том, нужны ли современные врачи и действительно ли они врачи. Представьте себе, что да, действительно, иногда попадаются очень хорошие, но их мало. Если вам повезло и вы поймали нормального врача, держитесь за него зубами, ногами, руками, как угодно. Платите деньги, дружите, становитесь родственником. Хороший врач, редчайший ценность, бриллиант. Остальная масса, к которой нам, большинству из нас, не повезло ходить. Мне даже, я спокойно об этом говорю, потому что они и сами знают. Основная масса просто чиновники. Они просто чиновники от медицины. Большая часть из них просто забыла то, что они учились в институте, и они уже не помнят. Это не важно. Главное, что они обязаны соблюдать точки в своем компьютере. У них специальное расписание, и они для вас это делают. Они ставят галки. Прошел ты анализы? Не прошел. Надо тебе на превентивные какие-то меры загнать? Не надо. Хорошо, что они еще женщин на проверку простатита не загоняют, а то вообще была бы классная штука. Но женщинам хватает проверок вот так, поверьте, выше крыши. И 99% из них совершенно никому не нужна, кроме как медицине и страховой компании, которая эту медицину закрывает. Не забывайте о том, что врач тоже человек, и ничто человеческое ему не чушь, да совершенно точно. А кроме того, врачами в больницах многими двигает нехалатность. Не-не-не-не, двигает чистый интерес. Вот ему интересно, что будет, если будет. Поэтому назначается куча всевозможных этих, поэтому назначается куча всевозможных добавок. Кроме того, что они на этом еще зарабатывают деньги. Медицина – это бизнес. Это не наука, которая для нас с вами рассчитана. Медицине в целом неинтересно, чтобы вы были здоровы. А на ком она будет деньги зарабатывать? Медицине в целом интересно, чтобы вы продолжали медленно болеть и длинно жить. Чем длиннее вы живете, тем больше денег они зарабатывают. Поэтому самая развитая у нас наука – это гириатрия. Наука о стариках. Да, старики живут много. Упаси Боже от такой жизни. Это самая на сегодняшний день медицина и этрогенный фактор, связанный с медициной. Один из самых больших факторов, один из самых больших, ну хорошо, факторов-факторов смертей. То есть люди умирают от медицины. Забавно, правда? Вещь, которая призвана вас с нами охранять и охранять, она нас убегла. Ну там по ошибке. Гениальная была совершенно женщина в том же Фейсбуке, которая на прошлую нашу передачу о медицине закатила истерический скандал, хваля врачей, которые вытащили ее из того света. Я ее просто спросила, а зачем вы туда решили попасть? Так вот, она туда попадать решила, потому что до того другая врача ошиблась и чуть ее не загнала на тот свет. Хорошо, ее героически вытащили. Ей повезло. А если не вытащили бы? Поэтому имхо, мое имхо, вот мое имхо я вот так считаю. Каждый из вас, попадая к врачу, не я в том числе, должен 10 раз подумать, а нужно ли ему все эти анализы, все эти процедуры, которые ему сейчас назначил вот этот вот жутко занятый семейный врач или несемейный врач. Надо 10 раз переспросить, а надо ли это. Надо пойти к другому врачу, желательно не имеющего ничего общего с этим. В другом городе, как-то в другой этой... И там провериться заново. Сначала поменять образ жизни как-то, поехать в отпуск, отдохнуть, что-то сделать. И самое главное, самое главное, не нервничать. Самое главное для человека в нашем мире это не нервничать. Ребята, попали к врачу, уже не нервничайте. Включайте вот эту вот голову и думайте. Вышли от него с кучей рецептов, да? Включили голову и думайте, а не вам надо. Благо интернет есть, залезли, посмотрели. Если лекарство несет для вас больше отрицательного, чем положительного, если отдаленные или неотдаленные последствия приема этого лекарства могут вас угробить быстрее, чем жить без него, да пошла она нафиг, это лекарство, честное слово. Смотрите, это мое имхо. Я считаю так. Я никому не говорю, что вот откажись от своего любимого врача и оставайся один на один с жизнью. Хочешь лечиться, лечить? Бог в помощь. Я просто считаю так. Это мое имхо. Если у вас есть на плечах голова и вы соблюдаете некоторые правила спокойной жизни, то есть не нервничайте, не сходите с ума по любому поводу, не суетитесь и снова не нервничайте, вы проживете долго, счастливо и обойдетесь без нашей страховой медицины. Во всяком случае, я вам этого искренне желаю. Удачи всем. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok